В плане критики политики, высказывания своего недовольства, у нас просто зашкаливала эта свобода слова. Многие страны Запада просто могут позавидовать. Аноним. Саламу алейкум. Что сделать, чтобы жениться на чеченке, будучи не чеченцем, но мусульманином? Не хочется, чтобы были непонятки у нее с родственниками. Как поступить? Какой-то шанс ведь должен быть? Как при шариате сохранить свободу вероисповеданий, свободу слова, права человека, а именно женщин? Это гарантированно. В исламе свобода вероисповедания гарантирована. В государстве всегда в халифате проживали и христиане, и иудеи, и они всегда были защищены государством. Так что с этим проблем никаких нет. Что касается свободы слова, то свобода слова, она есть обязательно, однако в каких-то аспектах она обязательно должна ограничиваться. То есть, если же в каких-то странах, как, например, Соединенные Штаты Америки или многие страны Европы, здесь считается свободой слова, оскорбление конфессий, чувств верующих, то в мусульманском государстве это запрещено. Подобного делать нельзя. За это должны наказывать очень сурово. Богохульством заниматься, оскорблять пророков. Нет, конечно, такие вещи делать нельзя, это будет ограничиваться. И это не является, в нашем понимании, это не является свободой слова. Точно так же, как в понимании, допустим, европейских стран, тех же Соединенных Штатов Америки, не является свободой слова, к примеру, позвонить в аэропорт и сказать, что он заминирован. Вот ради шутки. Это ведь тоже ограничение свободы слова. Чувак хочет таким образом шутить, но это ограничивается, потому что это влияет на работу этого аэропорта, влияет на жизни людей. И они в этом вопросе ограничены. Во многих европейских странах ограничивается, допустим, высказывание про какие-то трагедии. Нельзя, например, отрицать трагедию еврейского народа, за это будет уголовное наказание. Подобным образом, каждая страна, каждое общество, в зависимости от их каких-то ценностей, традиций, они эту свободу слова как-то ограничивают. Так же, разумеется, и у чеченцев свобода слова будет так же ограничиваться в каких-то вопросах. Но в вопросах критики власти, каких-то высказываний, вещаний, блогерской деятельности и так далее, это не должно, конечно, ограничиваться. Это должно быть свободно. И мы на своем примере показали, что так и было во времена Ичкерии, во времена нашей свободы, независимости. У нас эта свобода слова просто зашкаливала в плане критики политики небогохульства, а в плане критики политики высказывания своего недовольства. У нас просто зашкаливала эта свобода слова. Многие страны Запада просто могут позавидовать. У нас каждый открывал свое телевидение и днем и ночью критиковал своих противников. Свободно собирались митинги на центральной площади против Масхадова, действующей власти. Собирались люди, высказывали свои претензии. Нашего президента вызывали на суд и с ним судились, обвиняя его в узурпации власти, в нарушении Конституции. Он приходил, будучи ответчиком, приводил своих свидетелей, которые выступали за него. Мы являемся, наверное, наилучшим примером для многих-многих стран этого мира, где подобное вы никогда не увидите. Поэтому, я думаю, в этом нас никто не может упрекнуть, что у нас не было свободы слова. Ну и что касается прав человека, а именно женщин, это тоже, видите, зависит от общества. Что-то, что для западного общества, например, считается нарушением прав женщин или человека, для восточных обществ это вещи, само собой разумеющиеся. Но при этом они, наоборот, могут считать нарушением прав человека что-то происходящее на Западе. Так что этот момент тоже как бы регулируется. Но вы не можете из своих убеждений решать, что является нарушением прав или нет. Любой пункт, который вы укажете, я смогу провести контраргумент на этот пункт в западной стране. Привести какой-нибудь пример из западной страны, где будет происходить то же самое. Ограничиваться, например, какие-то темы по внешнему виду, допустим, по одеянию и так далее. В этом плане, конечно же, каждый народ, наш в том числе, имеет право вводить какие-то ограничения. Главное, чтобы это делалось законодательно, то есть это прописывалось, а не так, что вроде бы ничего не прописано, никаких ограничений нет, а людей напрягает, чтобы вот такого не было. Все должно быть прописано, люди должны быть обезопасены от какого-то беспредела. Они должны знать, что их ждет, если они нарушат закон. Почему Коран нельзя трактовать метафорически? Если воспринимать буквально, то многое не сходится с наукой, например, всемирный потоп. А что там не сходится с наукой, с всемирным потопом? Что-то я не понял, честно говоря, что ты имеешь в виду? По поводу толкования Корана, есть отдельная наука в исламе, толкование Корана. Есть ученый-толкователь Муфасиры. Это считается величайшей наукой в исламе. Поэтому там знают, как это делается, есть определенные правила. В первую очередь выдается предпочтение толкованию Корана, самим Кораном. То есть когда Аллах в одном аяте разъясняет другой аят. Затем разъяснение, которое было от пророка Муфасиры Аллаха, отца. Ну, в общем, там есть определенные правила. Я думаю, если тебя интересует вопрос толкования, то лучше, наверное, обратиться к этой науке, к людям, которые тебе ответят досконально по этой теме. Что сделать, чтобы жениться на чеченке, будучи не чеченцем, но мусульманином? Не хочется, чтобы были непонятки у нее с родственниками. Как поступить? Какой-то шанс ведь должен быть. Ваалейкум ассалям. Подобные вопросы решаются семейно. У этой чеченки, у нашей сестры есть свои вали, родители, брат и так далее. Такие вопросы нужно решать с ними, а не в эфире задавать подобные вопросы. Мы решить такую проблему тебе не поможем однозначно. Если бы это как-то напрямую касалось меня, тогда мы могли об этом поговорить. А так, в эфире ты эту проблему не решишь. Если ее родственники, отец, брат, дядя, если они посчитают тебя достойным, того, чтобы выдать за тебя свою дочь, свою сестру, мы желаем вам счастья. Если же они посчитают, что ты недостоин, не захотят за тебя выдать, то, увы, дорогой брат, тогда подыщи себе более подходящую пару. Очень много в этом мире, к счастью, есть и мужчин, и женщин. Каждый найдет себе спутницу, без пары никто не останется. Иншаллах, ты тоже себе найдешь хорошую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok